Елочный базар открылись в Самаре неделю назад. К официальным точкам продажи особые требования. Обязательно должны быть документы на продажу, ограждение и официальная вывеска. Но уже появились нелегальные точки продажи новогодних деревьев. Глава города поручил районным администрациям провести проверки и вывести все несанкционированные деревья. У вас там есть полноценная власть в каждом районе, отделы, которые за это отвечают. Поэтому, коллеги, прошу такой контроль осуществлять. И бывает у нас так, что 31 числа остается много мусора на месте этих торговых точек. Значит, здесь тоже предварительно, превентивно нужно работу соответствующую проводить. У нас город Новый Гол должен встречать в порядке и в чистоте. Принимать на переработку несанкционированные елки готово предприятие в советском районе Самары. Я хотел обратить внимание глав особо на то, чтобы они изыскали возможность предоставления транспорта для вывоза и переработки хвойных деревьев. Которые находятся в незаконном обороте. То есть, кировские промышленные районы проинформировали о возможности самостоятельной транспортировки и утилизации хвойных деревьев. Еще одна важная тема совещания – содержание катков. Ледовые площадки залиты в каждом районе города. Во дворах, парках, скверах и пришколах. Олег Фурсов поручил департаменту спорта тщательно следить за их состоянием. Путь районная администрация определяет ответственного человека, который будет в еженедельном режиме докладывать о состоянии катков. Ну и, конечно, мы рассчитываем на поддержку общественности. И блогеры об этом очень часто пишут, и просто неравнодушные жители, журналисты. Мы должны совместно за этой ситуацией наблюдать и стремиться к тому, чтобы на территории районов были нормальные, пригодные для катания катки. До конца года в Самаре планируется открыть еще 19 катков. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События.